Здравствуйте, меня зовут Андрей. О, уже сразу куча вариантов. Сейчас, прошу прощения. Расскажу немножко про использование сервисов хранения репозиториев в обучении студентов. Начнем, давайте, наверное, с вот такого. Тут, конечно, сразу все вышло. Есть зарубежные, есть российские. Скажем так, сейчас я являюсь ведущим разработчиком в ОМК IT. До этого я был преподавателем в Воронежском государственном университете инженерных технологий и в свое время пытался продвигать, чтобы студенты обучались работе с системами управления версиями и каким-то образом, чтобы они, дабы их сразу, выпуская куда-то, чтобы они хотя бы умели это делать, как пользоваться и так далее. Использовал GitHub, но после некоторых событий GitHub стал не очень актуален, и мой выбор пал на Hitfreak. Совсем недавно появился Hitverse, но Hitfreak я знаю гораздо дольше, поэтому все примеры, все стал использовать через него и, скажем так, его как бы продвигать что ли. Ладно. Значит, какие варианты использования системы хранения репозиториев, хостинга? Могу предложить три варианта. Ну, это как бы обобщение. Их можно как больше, так и меньше вполне себе варьировать. Самый простейший вариант, ну, я сейчас подробно про каждый из них расскажу, это просто выкладываете свои задания, все что угодно в открытом виде на Hitfreak, показываете студентам. Второй вариант, вы используете ответвление через форки, и третий вариант, уже больше подходящий к командной работе, вы уже непосредственно создаете команду и все тому подобное прочее. Значит, у первого варианта есть самый простейший плюс, большой, он самый простой, не надо ничего делать, только научиться пользоваться маркдауном, создали репозиторий, создали readme файлик, пожалуйста, там все написано. Маркдаун вполне себе все позволяет более-менее красиво оформить. Что-то может подползти, но без этого, к сожалению, никуда. Единственное, что минус, да, изучать и сложно собирать обратную связь от студентов. Будут присылать вам непонятно что, как вы это будете оформлять, тоже непонятно. Вот пример. Ну ладно, она ужасно выглядит, да? Как может выглядеть readme? Я думаю, так знаете. Второй вариант, создаете репозиторий и даете студенту, описываете, главное в readme описать студентам шаги действий. Они в этом плане ленивые, ничего не хотят делать. И делаете ответвление, студенты делают ответвление, присылают вам запрос на слияние. Вы их проверяете и даете комментарии к каждой строчке кода или каждому файлюку по отдельности. Простите, плохо видно, да? Примерно, ну, в принципе, то же самое, что на github, также на github, также будет на github, скорее всего. На moshub, к сожалению, не знаю, не пользовался им. Вот. У такого варианта единый канал поучения, вести учет, взять и сдача работ, когда взяли, когда отфоркнулись, когда вам присылали пау-реквест и тому подобное. Ну и комментарии, да, непосредственно к каждому участку. Работ, конечно, преподу больше. Третий вариант, это уже больше приблизанный к непосредственной разработке, как он ведется, создаете команду. На jithub можно создать аккаунт организации, там можно еще создать команду. Такой отдельный есть раздел. Создаете репозиторий, привязываете к этой команде, добавляете туда студентов, выдаёте им задание и вперед. Можете еще распределить ролик, то, что будет делать. Хорошая практика, когда студенты еще сами друг за другом проверяют. Вообще отлично. Меньше работ преподавателей. Потом за этим надо следить, но это уже другой вариант. Данный вариант больше всего приближен к реальности, потому что в разработке ПО примерно так и происходит. Ну, по крайней мере, у меня на работе так. Ну и можно часть работы спихнуть на студентов. Тоже хорошо. Ну, собственно говоря, все. Вопросы? Да? Только никого нет. Так. Все сбегали. Всем уже надоело кидаться. У меня пять минут пишут. У вас еще, да, есть еще. Пять минут, да. У меня на самом деле вопрос такой. Это у вас уже прибито гвоздями, то есть вы выбрали конкретно гид и начинаете привязываться к ее только функциям или у вас есть вариации? Я к чему? Вариации. Можно не только пользоваться гидверсом, просто гидверс лучше всего подходит в нынешних реалиях, потому что не надо, что это буржуйский сайт. Он у нас зарезанный, имеет всякие патенты, регистрации. Проще всего обосновать руководство вуза. По крайней мере, это у меня так была такая проблема. Гидфлик вы имеете в виду? Чего? Гидфлик вы имеете в виду? Гидфлик. Гидфлик выбрали. Ну, гидверс тоже теперь. Гидверс? Нет. Гидфлик он гидфлик. Гидверс это сбербанковская. Да, я имею в виду из российских. У нас есть гидверс, гидфлик. Гидфлик это не яндексовская. Гидфлик это астрокупила. Да, она астровская теперь. Вопрос другой. Они развиваются именно как гид. Я хотел просто проинформировать вас. Вы сказали, что вы не пользовались MosHub. Дело в том, что когда был создан MosHub, он создался приблизительно так же. То есть как замена гида. Но потом пришли мы из департамента образования уже к ним. И говорим, а вот нужно бы сделать что-то для образования. Так как у нас вообще образовательная конференция. И оказалось, они в принципе отзывчивые. И так как мы в одной структуре работаем, то большинство усилий, очень много усилий, не большинство усилий, а очень много усилий было направлено на то, чтобы сделать эту вещь именно удобной для образования. А что именно? Ну вот то, что вы описывали, создание команд, но только еще если вам нужно какие-то дополнительные ресурсы выделения или что-то еще, это прямо вот, когда вы говорите, что вы образовательная организация, с вами прямо индивидуально начинает работать и выдавать это. У гидфлика примерно так же. Они дали доступ к интерпрайз версии бесплатно, без всяких проблем. У нас просто колледжи начинают так работать. Вот, например, какие-то конкурсы в колледжах уже проводятся именно на Мосхабе. То есть там прямо требования, проект создается на Мосхабе. Я понял. Но тут я могу сказать, Москва, не вся Россия. Да, она отдельная страна для меня на самом деле, потому что… Это как бы другой момент. Да, я тогда вопрос задам. Не, на самом деле, Артем подсветил про использование Мосхаб.ру. Ну, нам тоже перспективы интересны, я поясню. То есть у нас сейчас проекты на GitLab. GitLab.com выложены. Мы уже там видим, что есть проблемы с регистрацией пользователей из России. Мы уже видим огромные проблемы с использованием GitHub. Ну, в том числе для организаций из России. То есть в образовании может сейчас пока чуть-чуть получше, но для организаций из России есть большие проблемы. Вот. И тоже задумывался, соответственно, над переездом на один из сервисов, которые будут гарантированно доступны локально. Рассматривали GitLab, рассматриваем GitVerse. Ну, GitVerse новенький. Рассматриваем Мосхаб и посмотрели на варианты локального хостинга. Например, GT взять и разместить у себя. Ну, или тоже GitLab взять и разместить у себя. Под наши требования, ну, у нас свои там есть определенные интересы и заморочки. Хочется понять все-таки, а какие для вас ключевые требования есть, помимо ревью коммитов, да, вот ревью мершеквестов, что еще? То есть для нас, например, важны там вики, важна возможность сразу привязанного тест-трекера и прочего. Тоже, на самом деле, было бы хорошо, если была бы возможность прикрепить как, ну, интеграция, что называется, из коробки. Мне, честно, не хватает, пока не хватает, ну, на Yetflake, например, первое время вообще нельзя было создавать публичные репозитории. И они год мне на почту не отвечали. Потом я увидел у них чат в Телеграме, написал, они мне ответили. Вот. Ну, это так, это процесс развития, да? Мне в чате полгода не отвечают, нормально. Нет, мне как бы отвечали. Ну, ладно. Не хватает интеграции с разными сервисами, но пока, или не мере, пока, хотя бы на Yetflake я могу подключить оповещение в Телеграм-канал и, ну, хотя бы что-то будет, да? У них была недавно заявлена какая-то интеграция с каким-то менеджером проектов, но я его попробовал, честно, я ничего не понял, в чем там плюс эта интеграция. Вообще, что это за менеджер проектов, мне проще будет так рассказать, ручками записать, что называется. Понятно, спасибо. Я просто как пожелание оставлю, коллеги, для всех. Быть может, кто-то на следующую конференцию, быть может, по разработке пола сделает аналитический доклад вот со сравнением ресурсов, на которые можно переезжать. На самом деле. Ну, вот, для обучения. Более детально надо, хочется больше деталей. Но здесь именно больше прообразования, про то, как применять. Тут не обязательно привязываться к Yetflake, можно любой другой брать. Единственное, что с регистрацией могут быть какие-нибудь там вопросы на Yetverse, я имею в виду. А скажите, а вот локальный вариант уже Geteo взять и на ней, собственно, у себя же на сервере все развернуть. Можно и так сделать. Вы пробовали этот вариант? Какие там проблемы могут быть? Честно, я не пробовал, по той причине, что нехватка времени на настройку локального варианта. Плюс в университете надо запрашивать место на сервере и так далее. Это не всегда бывает. Основная проблема с этими сервисами в том, что пока вы используете их как гид-хостинг, вообще пофиг, на все реплицируете, приезжаете, убиваете. Но как только вы сели на инфраструктуру, на тикетницу, на Вики, она одна. И вы привязались к вендору, который потом либо вам полгода не будет отвечать, все грохнули, или еще чего-то. И это никак. Причем все вот эти, их куча, это все форки Гидлаба, понятное дело. Совершенно безумные тикетницы, люди, которые вообще не понимают, что такое тикет, и как с ними работать. То есть сама концепция, что там нет приоритетов, все верите, а есть какие-то лейблы, которые там… Люди без мозгов совершенно. Поэтому они все очень хреново подходят для проектной работы, честно говоря. И Вики своя. В результате получается, что вам проще все-таки взять и поднять свою собственную инфраструктуру, старую, добрую, медиа Вики, например, отдельно код, отдельно это, и не привязываться к вендорам. Вендоры такая штука. Давайте. Такой вопрос. Очень часто получается, что вот такого рода хостинг, репозитория для выполнения заданий подходит для таких специфичных заданий, для всех. То есть для таких заданий, которые крутятся вокруг проектов. Почему? Не обязательно. Мне кажется, что очень часто это не так. И возникает вопрос в целом с тем, как преподавателю было бы удобно оценивать такого рода работы. Потому что у него есть просто пачка плутоквестов, которые он может где-то складывать, но оценки, где он будет выставлять, и как ему это в более удобном формате с этим работать. Хороший вопрос. Скажу так. Вообще процедура оценивания навсегда такая довольно скользкая. Как хотите. Здесь каждый по-своему. В разных университетах вы будете писать, оценки выкладывать. Просто, смотрите, автоматизировать процедуру выставления оценки я считаю неправильным. Потому что, во-первых, я рассматриваю код как творческий процесс написания кода. То есть я не смотрю на прохождение тестов, я смотрю на то, как код написан. Если он там написан, переменные транслитерации минуются, но я даже за очень качественный код я такой ничего не поставлю хорошего. Если там однобуквенные переменные, тоже куда-нибудь отправлю. Я скажу о том, что должна быть еще отдельная система, где будут храниться неправильные оценки студентов отдельно. Которые так уже есть в каждом университете, если я не ошибаюсь. Ну то есть в вашем случае вы используете 200? Больше двух. Больше двух? А какие конкретные? Ну в университете была система выставления оценок, был мой использование GetFlick с репозиториями, и еще там нужно было использовать Moodle. Ну понятно. Ну на самом деле их там просто, это вопрос такой. Окей, спасибо. Можете посмотреть доклады в предыдущей конференции, обычно эти десятки систем, увязанных между собой, LMS-ок несколько, обычно Moodle, Open Canvas, все вместе живут, там все это слаивается, вот это все, то есть тут ужас. Так, ну что ж, больше вопросов? Давайте в следующий доклад перейдем. Вопрос нет, вопрос нет. Спасибо.